Ну вот, друзья, решил заняться пенобетоном. И вот открываем Яндекс и смотрим, сколько же тут пенобетонных установок. Итак, из этого я понял. Чтобы сделать пенобетон, нужна установка подобия миксера, где пена сама получается вместе с раствором. Или установка под тихоход, в которую нужно также добавлять пену. Так, и я решил все-таки выбрать тихоход. Это как бы проще. Для этого нужен пеногенератор, чтобы туда добавлять пену. Сейчас мы будем придумывать этот пеногенератор. Яндекс выдает вот такое количество пеногенераторов. И довольно-таки они все какие-то сложные. Так, вот я у себя тут нашел три пистолетика. Будем пробовать. Так, ну я уже честно скажу, что я уже их попробовал. Вот этот даже не рассматриваем пока. Вот этот мы попробовали, но мне показалось, с него выходит слишком мало воздуха. А вот это мне понравилось. Это у нас пескоструй. Продается в любом магазине. Видите, какие дымбочки. Итак, я взял вот две такие трубки пластиковые для канализации. Ну, сразу скажу, что вот это оказалось потом лучше. Хотя сначала попробовали вот с такой трубкой. Вот здесь мы намотали скотч. Покажу, как. Вот так мотаем. Мотаем, мотаем. Это мы таким образом заужаем отверстие. И вот таким способом делаем дырку под пистолет. Все. Итак, берем мочалки и просто тупо вот такие железненькие засовываем их туда. Вот. Я уже туда пять штук засунул. Это последняя шестая у меня. Таким способом запаковали. Так, но это еще не все. Куда надо саморезик погнать. Так, берем саморез, чтобы это оттуда не выдуло. И закручиваем. Все. Теперь они оттуда не вылетят. Ну что, пойдем экспериментировать? Так. Наливаем пенообразователя. Я его называю шампунь. Все на глаз, потому что просто пробуем. Давай еще капельку. Может быть даже это очень много. Так. Можно бросить туда шарик помешать. Ну, мы это делать не будем. Потом. Ну, а теперь это мы заливаем теплой водичкой. Прямо из чайника. Температуру не мерил. Ну, это все пока эксперимент, поэтому тут это все не важно. То есть, когда уже будет непосредственно работа, можно это все отрегулировать. Даже пенка уже оттуда влазит. Все. Пошли пробовать. Итак, мы присоединяем воздух и пробуем. Какую первую возьмем? Вот эту? Тоненькую? Не-не-не, давай столкни. Давай тоненькую сначала. Попробуем, чтобы показать, что насколько какая пена отличается. Стыкаем. Так, это мы просто... Сосуд можно использовать любой. Поехали. И вот она пена. Четыре мочалки здесь. Что-то она по чуге еле-еле идет, да? Так, подожди, давай другую. Сейчас возьмем другую. Слушай, я не рыбу и сам? Или мало мыла добавил? Так, берем побольше трубу. О, какая пена пошла. Ну, что-то раз просто побольше чуть-чуть шла, да? Наверное, все-таки это... Сними вот внизу, как она падает. Или вот как выход ее прям. Ну, как? Все очень просто. Тут вот шесть мочалок у меня. Все это пробуем. То есть, вот, еще раз пока. Стыкаем. Насовываем сосуд. И нажимаем. И нажимаем. Ну, феногенератор почти готов. Все остальное надо подрабатывать, чтобы ее просто выходило чуть больше. Пена. Устойчивая, теплая, мягкая. Все. Конечно. Продолжение следует...